Международный университет Махариши Айова, Соединенные Штаты. Его святейшество Махариши Махеш-йоги. Серия исторических лекций. Лекция Махариши на форуме в Гарвардской юридической школе, 1968 год. Трансцедентальная медитация и мир во всем мире. Тем, кому повезло, заполнили 1200 мест в главном зале центра, в то время как менее удачливым пришлось пройти в нижний лекционный сад, чтобы услышать речь гуру по телевизору. Когда Махариши, войдя в зал, направился к креслу, покрытому оленей шкурой, которое было приготовлено для него на утопающих цветах сцене, слушатели приветствовали его стоя. Махариши Махеш-йоги. Это большая радость для меня сегодня Поговорить О новом элементе. Но когда я думаю о новом элементе, Вне на ум приходит поговорка, И что не нового подлунки? Может быть, просто что-то открывает О новом. Так что то, о чем я буду говорить, Не будет чем-то совершенно новым. Нечто очень старинное, Очень древнее, Очень близкое Сущности жизни. И все-таки ушедшее за пределы очевидного восприятия. Нечто, что столь важно для жизни, И что было упущено из виду. И в этом причина, Почему везде, Повсюду в мире, На протяжении веков, Ни один человек, Каким бы хорошим Ни было его образование, Не чувствовал, Что он полностью реализовал себя в жизни. Даже образование Не утоляет жажду знания. Чего-то все-таки не хватает В области образования. Если мы попытаемся Более глубоко рассмотреть этот аспект, Что мы обнаружим? Что чем больше человек узнает Чего-то предмитие, Тем в большей степени Он начинает осознавать, Как много ему еще не известно о нем. Можно просто в ужас прийти, Если посмотреть на образование С такой точки зрения. Чем больше человек знает об истории, Чем больше он знает о географии, Он чувствует, что Знания становятся больше, Но пропорционально этому Еще большее поле непознанного Растет быстрее, чем знания. Таков опыт Всех, кто занимается Научными исследованиями Или достиг высот В науке. Чем больше они знают предмет, Тем, конечно, знаний Становится больше, Но пропорционально этому Незнание предмета Растет быстрее, чем знания. Столько-то они узнали, Но видят, что перед ними Еще столько-то непознанного. Это позволяет нам Сделать вывод, Что Современная система образования Может лишь Возбудить жажду к знаниям, Но не способна Утолить ее. В этом причина Почему даже в области Образования Нет удовлетворения. А когда Нет возможности Получить удовлетворение В области знания, Жизнь образованных людей Всегда будет оставаться Нереализованной. И так было во всем мире Во все времена. Сегодня вечером мы установим Чего же не доставало. И установив Этот некий ценный элемент, Которого не доставало до сих пор, Мы попытаемся ввести его В нашу систему образования И дать ей возможность Осуществить свое высокое предназначение. Как можно использовать Полный умственный потенциал Это должно быть задачей образования Позволить человеку По крайней мере Использовать свой полный потенциал. Этот аспект отсутствует. Раскрытие полного потенциала Происходит в процессе того, Как человек достигает Источника мысли В глубинах своего сознания. И поэтому обеспечение основы Для всей системы образования Сводится к раскрытию К раскрытию полного потенциала человека. Обе эти вещи означают одно и то же. Люди спрашивают меня, Возможно ли это, Чтобы все люди в мире Начали использовать свой полный умственный потенциал? Я говорю, не только возможно, но и легко. Потому что если мы можем во всем мире Обучать людей алфавиту А, Б, В, Г, Д, То почему же мы не можем позволить им узнать, Откуда берет начало А, Откуда берет начало Б? Это не требует много времени. Это в том же направлении, Только немного глубже. Мысли и речь Пойдем глубже, К тонкому состоянию мысли, К утонченному состоянию мысли, И найдя источник мысли, Осознающий ум расширяется. К тому моменту, Когда осознающий ум Начинает воспринимать источник мысли, Его осознающая способность Расширяется до максимально возможного предела, И человек начинает использовать Полный умственный потенциал. Этот источник мысли, Это, к счастью, Сфера бытия, Новая сфера жизни, Незнакомая большинству из нас, Потому что наше сознание Всегда постоянно направлено вовне, Через процесс мышления и речи. Мы думаем, говорим и действуем, Сознание обращено вовне. Мы всегда осознаем что-то В бодрствующем состоянии сознания, Или осознаем сны в состоянии сновидений, Или наше сознание Не осознает ничего В состоянии сна. Либо наше сознание направлено Наше сознание, Наш осознающий ум, Направлен изнутри наружу, Как результат процесса мышления и речи, Или же наше сознание Не направлено ни на что. Мы спим. Никогда не бывало такого, Чтобы наше внимание Сознание переходило С внешнего, грубого, На внутреннее, Тонкое, К лежащему, В самой глубине, Источнику мышления. И вот почему Основной элемент жизни, Поле бытия, Не было обнаружено, Не было познанно на опыте, Не воспринималось сознание. И если мы не знаем О каком-то элементе жизни, Мы не способны воспользоваться им. Банк может существовать, Но если мы этого не знаем, Это все равно, что его нет. Бытие есть. Внутреннее бытие. Что это, бытие? С областью действия Мы знакомы. И мы знаем, Чтобы действовать, Мы должны думать. Мышление – Основа действия. Но задумывались ли мы когда-нибудь, Что является основой мышления? Что мы должны делать, Чтобы мыслить? По крайней мере, Мы должны быть. Существовать. Чтобы думать, Мы должны по меньшей мере быть. Мы должны существовать. Существование или бытие – Это основа мышления. Так же, как мышление – Это основа действия. Вот это три основные сферы жизни. Но до тех пор, Пока мы не направим наше сознание В область бытия, Доступ к знанию о самой основе жизни Жизнь будет закрыт для нас. Основа жизни – Это бытие, Чистое существование. Все, что существует В поле мысли и действия, Все, что существует В многообразном мироздании, Все это существует На основе существования, Бытия. И бытие – Это абсолютная реальность жизни. Жизнь выражает себя Через мышление и действие. Но это выражение Через мышление и действие Является выражением Проявлением Непроявленного чистого бытия, Чистого сознания, Чистой осознанности. Это чистое сознание Является источником мысли, Источником слов, Рождающихся В глубинах сознания. Поэтому, прослеживая в обратном направлении Процесс мышления, Переживая тончайшее состояние мысли, В тот момент, когда ум достигает Источника мысли, Он входит в область бытия, Которая по природе Своей является сознанием блаженства. Бытие – это сознание блаженства. Во всем мире Распространены одни и те же представления, Что если ты хочешь быть духовным человеком, Ты должен отбросить материальное. Если же ты ориентирован на материальные ценности, Ты не можешь наслаждаться сознанием блаженства, Или то, или другое. Но это не так. Мы рождены, чтобы наслаждаться и этим, и тем. Этим одновременно с тем. Материальное и духовное. 100% материальных ценностей внешнего мира И 100% внутреннего духовного блаженства бытия. И теми другими мы живем и наслаждаемся одновременно. И таково современное устремление – Жить на 200% жизни, Восникшее благодаря распространению Этой техники трансцендентальной медитации. Когда внешняя жизнь движется по направлению к внутренней, И когда внутренняя жизнь несет реализацию Устремлений в внешней жизни, Потому что это сознание блаженства, Это бесконечное счастье, А предметом поиска во внешнем всегда является Это внутреннее счастье. И так внешний поиск в относительной жизни Достигает своей цели и реализации В переживании внутренней абсолютной сущности. Когда это так, Нет никаких трудностей. Каждый человек рожден, чтобы жить на 200%. Только недостает образование, Недостает знания о нашем внутреннем бытии. Нет знания этой техники. Тысячи поколений так и умерли, Тщетно пытаясь найти способ познания на собственном опыте Внутренней сущности, Духовной сущности жизни, Усердно пытаясь контролировать ум. Но контролировать не значит достичь цели. Контроль ума — это не то. Эта истина осуществима в эти времена свободы. Эта эпоха свободы. В свободе человек хочет жить на 200% жизни. Это вот истина, Что контроль — это помеха В достижении самореализации. В природе есть простой закон. Все в мироздании растет, Каждое растение растет, растет, растет. Рост, прогресс, эволюция Идут естественным образом. Контроль означает сопротивление, Прогресс в движении. Контроль противоречит эволюции. Если исследовать ум, Он движется к большему счастью, Большему счастью. А вы контролируете ум. И если вы контролируете его, Это вызывает сопротивление прогрессу. Это открытие нашей эпохи. Нечто, затрагивающее самые основы. Это одна главная существенная ошибка В отношении природы ума И в отношении природы внутреннего бытия. И она стала причиной того, Что сотни поколений продолжали страдать. С этим океаном счастья внутри нас, С этим сознанием блаженства, Которое является природой ума, Сущностная природа ума — это сознание блаженства. С этой способностью Нет совершенно никакой причины страдать. Ни одному человеку. Но когда нет связи с этой внутренней сокровищницей, Повсюду начинается всевозможное страдание. Всякого рода конфликты продолжают возникать. Сейчас, когда мы установили этот факт, Мы можем только посочувствовать Этим сотням поколений, Жизнь которых прошла в усердных попытках Следовать этому принципу контроля. Единственным достижением чего Было постоянное накопление стрессов и напряжения. Но это не путь к реализации. Трансцендентальная медитация — Вот естественный и простой метод. Ум хочет наслаждаться большим, ИТМ позволяет, Дает возможность переживать Более тонкие состояния мысли, Которые более привлекательны. Растущая привлекательность Во внутреннем направлении Притягивает ум автоматически. При этом уму не нужно стараться Двигаться в этом направлении. Он выбирает это направление сам. Это трансцендентальная медитация, Которая связывает Внешние материальные ценности жизни С внутренним духовным бытием. Поочередно переживая Внутреннее бытие И внешнее состояние бодрствования, Внутреннее чистое трансцендентное сознание, Внешнее бодрствующее состояние сознания, Поочередно переживая эти состояния, Нервная система обретает способность Внести в себе оба состояния сознания Одновременно, Внутреннее и внешнее, Состояние бодрствования И сознание блаженства. Одна нервная система Несет в себе оба этих состояния одновременно. И это состояние целостности. Требуется всего несколько дней или несколько месяцев поочередного движения ума внутрь и наружу, и это все. Ныряем внутрь и выходим наружу. Ныряем внутрь и выходим наружу. И что мы делаем, чтобы нырнуть? Просто принимаем правильный угол. Все остальное происходит само собой без нашего контроля. Ныряние процесс целиком автоматический, и движение внутрь и наружу также происходит автоматически. Нам нужно только принять правильный угол. В трансцендентальной медитации нам нужно только принять правильный угол, и ум сам движется внутрь и сам выходит наружу. Он погружается внутрь, чтобы насладиться сознанием блаженства или единства бытия, и выходит наружу, чтобы насладиться разнообразием относительной стороны существования. Таким образом, мы получаем радость разнообразия во внешнем и океан счастья внутри. Мы переживаем внутреннее и внешнее. Когда мы хотим пережить единство или блаженство, мы движемся в этом направлении. Когда мы хотим насладиться разнообразием и волнами счастья, выходим в относительное и наслаждаемся. Материальная жизнь абсолютно совместима с духовным опытом. Это не означает, что человек сначала должен захлопнуть дверь материальной жизни и затем наслаждаться духовной жизнью. Нет. Гостиная внутри и сад снаружи, и то и другое принадлежит одному владельцу. Какое-то время вне стен дома, в прохладе сада, затем в тепле гостиной внутри, какое-то время внутри, какое-то снаружи, и затем будет очень мудро сделать стены из стекла. И оставаясь в тепле гостиной, мы будем наслаждаться зеленью сада. Жизнь внутри и вовне одновременно — это мудрость жизни, это называется знанием. Трансцендентальная медитация — это нечто очень-очень естественное. Она не требует контроля, концентрации. Потому что если мы слушаем радио здесь, то чтобы переключиться на более приятную мелодию, звучащую с этой стороны, нам не нужно контролировать ум. Ум автоматически переключается на это направление. Из области меньшего счастья в область большего счастья ум движется сам собой автоматически. Это естественная тенденция ума направляться к области большего счастья. Таким образом, используя эту естественную тенденцию ума, мы позволяем уму переживать внутреннее бытие, осознание блаженства автоматически. Это дает нам ясную картину структуры жизни — внутренняя жизнь, внешняя жизнь, и возможность и тем, и другим одновременно. Когда пришло такое понимание трансцендентальной медитации, это дало возможность создания общества свободного от страданий. Сейчас мы планируем открыть центры обучения трансцендентальной медитации повсюду в мире. Ответственность отдельного человека колоссальна. А требуется всего лишь только соединить внутренний аспект с внешним аспектом при помощи нескольких минут медитации утром и вечером. Прекрасно, если человек знает закон, но законопослушание должно быть его естественным свойством. И тогда законов такое великое множество, и невозможно постоянно помнить их все. Поэтому невозможно быть законопослушным на основе знания законов. Что необходимо, это прийти в согласие с космическим законом, сонастроить себя с внутренним бытием, и затем наслаждаться благосклонностью и поддержкой природы. Жизнь естественным образом станет законопослушной. И тогда мир во всем мире установится автоматически. Беснотоки закона собрались здесь не для того, чтобы сказать, что это очень сложно. Нет. Нет ничего сложного с этой точки зрения в создании полностью развитого человека. Из-за того, что на протяжении столетий человек не был полностью развитым, он не знал, как жить в мире. Все конфликты и страдания существовали только из-за невозможности полного развития человека. А человек не мог быть полностью развитым, потому что образование не имело под собой основы. И это все. Необходимо обеспечить только это, и вся жизнь будет просто восхитительной. Это одна простая идея о восстановлении этого недостающего звена, связывающего нас с бытием при помощи простой, естественной техники трансцендентальной медитации, для того, чтобы жить в полноте. Две полноты. Одна полнота материального, другая полнота духовного. Это то, что дает нам возможность освободить мир от страданий. И это дает нам... В области образования, это дает нам возможность достижения цели в нашем поиске знания. Нашу жажду знания можно утолить, развивая вместилище знания. Мы читаем это, это и это. Так много всего. И на нашем пути к высшему образованию предметов остается все меньше и меньше. И в конечном счете остается только один предмет. Потому что контейнер знания недостаточно велик, чтобы вместить все области знания. И отсюда специализация, специализация, специализация. Или история, или география, то, это. Образование специализировано. Это означает только, что контейнер знания может вместить только столько-то, и не больше. Современное образование Это как бы предоставление информации об этом, это, это, и накопление информации. Если человек помнит ее, хорошо. Если нет, то образование не полно. Что необходимо, это... Это как если мы берем нож для резки овощей, и режем овощи кубиками, соломкой, по-всякому, самыми различными способами. Прекрасно, но как насчет того, чтобы наточить нож? Если мы не найдем времени заточить нож, то все наше знание о том, какими способами можно резать овощи, так или так, или так, может стать бесполезной, ненужной ношей. Что делать, если нож не режет? Что делать, если ум не работает? С медитациями заостряем ум. Заостряем ум означает расширяем ум. Делаем его более ясным, и с ясным умом мы можем познавать сколько угодно. Все отрасли знаний в сфере относительного чрезвычайно важны, но нужно также расширить контейнер знания. Ум также нужно заострить. Ум также необходимо развить. Человек не должен продолжать использовать лишь небольшую часть своего ума. Нет. Это то, чего недоставало, и сейчас трансцендентальную медитацию можно включить в ежедневное расписание в любой сфере образования. Мне очень приятно, что за последние два года трансцендентальная медитация была принята студентами различных университетов во всем мире, и она распространяется среди молодежи так быстро, что это приносит огромную гордость. Это предмет огромной гордости и радости видеть, что молодежь мира, на чьих плечах лишит ответственность за будущее мира, действительно высокоосознательно. Люди спрашивают, почему молодежь так хорошо принимает это? Потому что это молодежь века реактивных самолетов. Молодежь века реактивных самолетов продвигается вперед быстрее, чем молодежь века велосипедов, или века паровозов, молодежь века реактивных самолетов. Если она видит что-то хорошее, отлично, пойдет, мы принимаем это. И вот сделан еще один шаг вперед. Устремления ума современного человека настолько похвальны, мы хотим осуществить это, это, это. Мы хотим жить на Луне, мы хотим жить на Земле. Устремления высоки, и когда устремления высоки, мы должны начать работать над улучшением уровня энергии и разума. Если мы не будем ничего делать для роста нашей энергии и разума, то оставаясь на одном и том же уровне энергии и разума, мы будем жить в жалком состоянии и больше ничего. Волна в океане хочет подняться высоко, и в попытках расчистить для себя путь разбиваются оскалы. Вообще само по себе желание подняться высоко очень похвально. Оно достойно всяческих похвал, но одного лишь движения вверх недостаточно. Движение вверх должно на горизонтальном уровне дополняться накоплением большого объема воды в основании. И тогда целостность волны будет сохраняться. Волна будет целостной, и тогда весь океан сможет подняться в одной волне. И в этом формула того, как подняться высоко в том, что мы делаем. Рост активности в области достижений должен дополняться ростом энергии и разума, чего мы достигаем, когда приводим ум назад к его источнику, и он сливается с этим полем энергии и разума. Если мы не оттянем стрелу ума назад, она не полетит вперед. Такова философия действия. Философия действия требует искусства в выполнении действия, так чтобы мы делали меньше и достигали большего. Философия действия. Оттяните стрелу на 15 сантиметров, а полетит она далеко вперед. Это техника действия. И если кто-то говорит, у меня не было времени оттянуть стрелу назад, все, что он может, это бросить эту бессильную стрелу куда-нибудь. Если кто-то говорит, у меня не было времени помедитировать, кто-то идет на рынок и говорит, у меня не было времени зайти в банк, то на рынке ему придется пострадать. Техника того, как ходить на рынок, это зайти на 5 минут в банк, и весь день на рынке пройдет прекрасно. Если у нас нет времени зайти в банк, то мы обязательно будем страдать на рынке. Если мы не наполняем ум больше энергии, и разумом, и счастьем, отводя его к источнику мысли, в область бытия, то ум неизбежно будет страдать, действуя вовне. Он будет вялым и слабым, и, будучи слабым, он будет перенапрягаться, будет делать больше и достигать меньшего, уставая к вечеру. Таким образом, техника действия требует того, чтобы мы оттянули стрелу ума назад к его источнику, и затем выпустили его наружу для достижения всего, чего угодно в мире. Делай меньше и достигай большего. И это открывает врата познания на опыте внутренней духовной жизни, открывает врата более динамичной, успешной жизни в мире. Нам не нужно отрекаться от мира, чтобы получить духовный опыт, наоборот, чтобы добиться большего динамизма в сфере действия, мы должны погрузиться глубоко внутрь. Вся теория изменилась, и это то, что сделало трансцендентальную медитацию популярной в мире, потому что она сделала устаревшим все понимание духовной жизни, которое мы находим в книгах и о котором вещают проповедники духовности. Такое случалось с каждым учеником. Если он получил двойку, он такой грустный, у него такое плохое настроение, он идет в кино, и фильм его не радует. А тот, кто получил пятерку, счастлив, у него хорошее настроение, и в таком хорошем настроении, он идет в кино, и фильм доставляет ему гораздо больше радости. Все радости материальной жизни вокруг, которыми может наслаждаться человек, зависят от того, насколько хорошо он чувствует себя внутри. Если человек испытывает блаженство, если он в хорошем настроении, он будет наслаждаться окружающим его миром в сто раз больше. Если же настроение плохое, он не сможет насладиться теми радостями, которые окружающий мир готов дать ему. Так что даже для того, чтобы быть способным получать удовольствие тех радостей, которые могут дать нам окружающий мир и материальная жизнь, необходимо, чтобы мы сделали частью своей жизни практику трансцендентальной медитации, обращение внутрь и выход наружу, каждое утро и каждый вечер. Это техника действия. Далее, еще один аспект техники действия, это основа действия, это отдых. Действие начинается с покоя. Любое действие начинается с покоя. Любая активность начинается с покоя. Мы знаем это по своему опыту. Если мы хорошо выспались ночью, мы чувствуем себя более свежим утром. Но если вы не выспались как следует, утром вы чувствуете вялость. Ваша деятельность неэффективна. Чтобы быть активным в течение дня, человек должен ночью побыть в покое. Во время практики трансцендентальной медитации, когда ум движется внутрь, чтобы воспринять более тонкие состояния мысли, дыхание успокаивается, деятельность ума становится все меньше и меньше. И в результате этого интенсивность обменных процессов снижается. Интенсивность физических процессов во всем организме снижается, снижается. Вся нервная система полноценно отдыхает. Этот глубокий отдых является основой для активной динамичной деятельности. Во время сна интенсивность обменных процессов снижается, но недостаточно сильно. Она уменьшается. Уровень обменных процессов во время сна значительно ниже, чем в состоянии бодрствования. Но обменные процессы не останавливаются полностью. Дыхание продолжается, кровь продолжает циркулировать, вся машина продолжает работать. И поэтому эта машина, нервная система, никогда не получает отдых. От самого рождения и по сей день механизм работает все 24 часа в сутки, круглосуточно. Представьте себе машину, которая бы безостановочно работала 20, 30, 40 лет, 16, 20 лет. Без всякого сомнения, она очень быстро износится. Но если бы был способ останавливать машину хотя бы ненадолго, она бы проработала гораздо дольше. Итак, вот способ, как достичь полного покоя и сделать этот покой основой динамизма в нашей жизни. Покой — это основа действия. Поэтому нужно привести всю физическую структуру в это состояние глубокого покоя, прежде чем приводить ее в состояние активности. Прежде чем активный ум начнет действовать, необходимо позволить ему пережить это сознание блаженства, сонастроить его с этим резервуаром энергии разума. Такова философия действия. И трансцендентальная медитация — это техника, которая реализует философию действия. Активный человек не должен искать всякие оправдания, чтобы только не медитировать. Один молодой человек из одного университета сказал, «Мы молодые, и это время для игр и развлечений, а когда мы составимся, тогда и будем медитировать». Тогда я сказал, что трансцендентальная медитация — это неподготовка к смерти. Это техника более успешной, более динамичной, более плодотворной жизни. И все студенты в возрасте 20, 25, 30 лет. Энергия, разум и счастье есть на каждом уровне жизни. Но если мы сможем повысить уровень энергии разума и счастья, тогда мы будем получать больше активности, больше достижений, больше удовлетворения. Человек ведь все равно работает на каждом уровне разума. И если он работает 12 часов на одном уровне разума, а затем поработает полчаса, чтобы поднять уровень разума, то, подняв уровень разума, он будет достигать большего, будет работать меньше и осуществлять больше, будет больше наслаждаться жизнью на обоих уровнях. На уровне ощущения внутреннего блаженства и на уровне внешней деятельности. На обоих уровнях человек будет достигать большего. Мы приходим к заключению, что именно трансцендентальная медитация является важнейшей частью образования, которая до сих пор упускалась из виду, в результате чего жизнь не приносила удовлетворения. Если ввести ее в область образования, если все молодые люди в возрасте примерно 14-15 лет начнут медитировать, то к тому времени, когда они достигнут совершеннолетия, примерно к 21-му году, у них будет полностью развитый интеллект, полностью развитый ум. Когда их нервная система достигает полного развития, они становятся совершеннолетними, они уже не маленькие, и тогда они становятся ответственными гражданами своей страны. Когда их тело достигло возраста 21-го года, что делает их совершеннолетними, к этому времени их ум также должен быть полностью развитым. У каждого человека, достигшего возраста 21-го года, должен быть полностью развитый ум и полностью развитое тело. Он должен расти как целостная личность, и тогда любая страна будет гордиться таким поколением. Вот такой мир мы можем создать. Достаточно подробно изложив основные принципы, я хотел бы посвятить некоторое время ответам на вопросы, потому что у вас могут быть некоторые вопросы. Эта встреча очень ценна тем, что я имею возможность ответить на любые ваши вопросы. Вы должны уйти домой без каких-либо сомнений относительно этой философии. Ваше Святейшество, медитация — это ведь размышление. Так о чем вы размышляете в процессе трансцендентальной медитации? О тишине? Об источнике мысли? Или о метафизике души? Или о бытии как бытии? Или о полноте существования? Или о чем-то другом? О чем конкретно? По отношению трансцендентальной медитации невозможно дать такое определение, о чем мы размышляем. Здесь это неприменимо вообще. Мы не размышляем ни о чем. Трансцендентальная медитация — это такой процесс, в ходе которого мы не думаем ни о чем. Размышление о чем-либо означает раздумья о чем-то. Скажем, мы думаем о лепестке. Мы думаем об этом, об этом. Это я называю размышлением. И размышление — это раздумья о чем-либо на уровне смыслового содержания. Это подобно плаванию на поверхности пруда. Думая о чем-то, мы сталкиваемся со все новыми и новыми смысловыми значениями, с новыми и новыми аспектами предмета. Это подобно плаванию на поверхности и открытию новых горизонтов, но при этом все время оставаясь на поверхности. Трансцендентальная медитация — это ныряние вглубь пруда. В трансцендентальной медитации мы не размышляем о чем-либо. Что мы делаем — это переживаем на собственном опыте более тонкие состояния мыслей. Это не интеллектуальный процесс. Это механический процесс прямого восприятия, непосредственного опыта. Восприятие мысли, переживание более тонкого состояния мысли, переживание тончайшего состояния мысли, переживание источника мысли. Прямой опыт, не размышление о чем-либо. Вот это восприятие мысли. Что воспринимает мысль? Мысль воспринимает саму себя, или мысль воспринимает объект? Ум воспринимает мысль. Мысль — это объект восприятия в данном случае. Грубое состояние мысли, тонкие состояния мысли. Насколько я понял из того, что вы сказали, главная цель трансцендентальной медитации — это расширение сознания, расширение ума. И я также... Расширение ума — это результат этого процесса переживания более тонких состояний мысли. Когда я переживаю тонкие состояния мысли, тогда ум расширяется. Так что расширение ума — это результат, а не процесс. Тогда получается, ум воспринимает сам себя. Ум воспринимает ум. Ум воспринимает мысль. Ум — это воспринимающий. А мысль — это объект восприятия. Я буду краток. Практикующие врачи-психологи рекомендуют стремиться к более глубокому осознанию своих фундаментальных внутренних чувств. Под этими чувствами они подразумевают страх, любовь и ненависть. Они заметили, что люди действуют, недостаточно осознавая эти фундаментальные чувства на уровне сознающего ума. Глубокие размышления, предписываемые психотерапией или психоанализом, имеют своей целью интеграцию этих внутренних чувств страха, вины и любви с осознающим умом. Насколько такого рода интеграция подобна интеграции, которой, как вы говорите, ведет трансцендентальная медитация? Чем отличаются от этого описанные вами процессы и результаты? Это совершенно другой вид интеграции. Что мы интегрируем здесь? Внешнее поле активности с внутренним полем покоя бытия. Он движется отсюда, сюда, отсюда, сюда, и затем эти две крайности соединяются. Являются ли это внутреннее бытие и фундаментальные чувства человека, любовь, страх, ненависть, являются ли они одним и тем же, или это что-то другое? Все это чувства, как вы сами говорите. А чувства или мысли — это наше мышление. Они воспринимаются на уровне осознанного мышления. О, это все еще на сознательном уровне. Потому что весь анализ происходит на сознательном уровне. Поэтому это не ведет к расширению ума. Это дает немного больше ясности на интеллектуальном уровне. Но это все, всего лишь на уровне осознающей деятельности ума, на этом уровне. Это не ведет к расширению сознания. Значит, этот процесс глубже, чем процесс психоанализа. О, намного глубже. О какой глубине психоанализа может вообще идти речь? Он слишком поверхностен. Но практикующие врачи-психологи рекомендуют его, и они объективно обнаружили, что фактически очень немногие люди способны успешно заниматься психоанализом и достигать этой интеграции. Считаете ли вы, что ваши более глубокие результаты более легко достижимы? Людям трудно достичь интеграции, потому что это вовсе не метод достижения интеграции. Психоанализ — это не способ или метод для расширения осознающего ума. Существует только один-единственный путь расширения осознающего ума. Единственное, я подчеркиваю это, в переживании более тонких состояний мысли, восприятие источника мысли. И только тогда весь потенциал ума активизируется. Для вашего сведения, доктор Бансило из Кильского университета написал брошюру, в которой он сравнивает эффективность психоанализа, аутогенной тренировки, которая занимается в Германии, и трансцендентальной медитации. И в ней он описал тонкие различия в том, как психоанализ помогает в устранении стрессов и напряжения, и как трансцендентальная медитация воздействует на саму причину этого. Это прекрасная брошюра. У меня два вопроса. Чем трансцендентальная медитация отличается от классической йоги? Йога получала самые разнообразные неправильные толкования на протяжении многих столетий. И когда вы говорите йога, то мое определение йоги будет совершенно отличным от того, что вы имеете в виду под йогой, потому что веками вся философия йоги подавалась в свете контроля ума, концентрации ума с целью подавления активности ума в надежде, что отражение бытия засияет более ясно. Таким образом, весь принцип йоги понимается в свете контроля ума. Я заявляю, что контроль ума совершенно противопоказан, если мы говорим об эффективности йоги. Потому что для йоги, для единения, ум не должен контролироваться. Контролировать значит сделать ум неподвижным. Здесь для единения одно должно идти навстречу другому, чтобы единение было достигнуто. И если что-то не движется оттуда сюда, остается под контролем вот здесь, то как же можно достичь единения? Поэтому все принципы, которые отстаивались как принципы йоги, все это неправильная интерпретация всей этой философии. Вот почему распространилось убеждение, что йога сложна. Согласно моей системе трансцендентальной медитации, йога — это естественный результат, ничего другого, как самой структуры жизни. Внешняя жизнь движется в поисках большего счастья, а бесконечное счастье есть. Поэтому йога должна быть естественным образом достигнута. Махариша, этот вопрос волнует меня вот уже некоторое время. Выкладывайте ее. Чтобы он больше вас не волновал. Многие люди в Индии, начав медитировать, отходили от мирской жизни. Может быть, потому что их не особенно интересовали достижения научного и материального прогресса. И они отходили от мирской жизни и уходили в лес. И в итоге все другие люди остались, можно сказать, без духовных лидеров. Они все руководствовались этим принципом контроля. Контроль, контроль и еще раз контроль. Вы считаете, что в этом их коренной отличие от вашей медитации? Да, суть именно в этом. Это то, что причинило величайший вред индийской жизни, индийской философии. Контроль, самоотречение, суровая аскеза и техники, требующие большого напряжения. Таковы были практики для развития внутренней духовной жизни. Все это было неправильно. Какую, по-вашему, роль играет научная мысль, научный прогресс в отношении материальных ценностей? Самую важную роль. В любой сфере прогресса только методический подход обеспечивает успех. Научное мышление означает методическое мышление. Систематическая процедура продвижения вперед. Только это может принести успех. Считаете ли вы, что ваша философия получила в Индии с той же широкой распространения, как и здесь? Она находит почву и здесь, и там, и повсюду. Ваше Святейшество, возможно, это результат четырех месяцев, проведенных в Гарвардском юридическом институте, но меня не перестает волновать вопрос практичности. Конечно, закон должен быть абсолютно практичным. Вы говорили о трансцендентальной медитации, как о способе достижения мира во всем мире, путем облегчения страданий человека. Прекрасное резюме того, что я говорил. Я думаю, что такая аудитория, как эта, может хорошо принять эту философию. Высокоразвитая аудитория. Вот почему я говорил здесь так. Однако, что меня волнует, так это как человек, который не имеет такого положения в обществе, как люди в этой аудитории, который озабочен тем, что он будет есть через несколько часов, как трансцендентальная медитация облегчит его страдания. Прежде чем он отправится на поиски еды, я попрошу его помедитировать. И затем он выйдет из медитации более энергичным, более разумным, более счастливым, и тогда он найдет себе пищу, причем пищу лучшего качества. Это ответ о качестве, но не о количестве. И я не думаю, что это наполнит его желудок, и это беспокоит меня, ваше святейшество. Нет, нет, медитация не наполнит желудок, потому что, чтобы наполнить желудок, нужен рис и хлеб с маслом. Но чтобы заработать на этот рис и хлеб с маслом, что человеку нужно, больше разума, больше энергии. И голодный человек, он может быть несчастным голодным человеком, А может быть, и счастливым голодным человеком. И медитация сделает его счастливым голодным человеком. И он больше не будет страдать. И тогда счастливый человек, он идет и улыбается, И люди начинают испытывать ему симпатию. Совершенно естественно. Не совсем понятно, что вы имеете в виду под законопослушанием. Если человек находит внутреннюю гармонию, законопослушный означает прогрессивный. Но скажем, если благодаря трансцендентальной медитации Человек находит внутреннюю гармонию, И он чувствует, что космический закон или закон природы Противоречит какому-либо закону страны. Как он поступит? Станет ли он действовать вопреки космическому закону или закону страны? Или он пойдет на какой-то компромисс? Это прекрасный вопрос. Совершенно прекрасный. Дело в том, что у человека так много сфер деятельности. Дом, семья, друзья, обязанности перед своей страной, обязанности перед миром. Таких сфер может быть, скажем, десять. Если он пытается выполнять одну из своих обязанностей, действуя с интеллектуального уровня, тогда, возможно, он своими действиями улучшит три другие сферы. Но, улучшая три других сферы, он может повредить двум другим сферам. Это возможно. Когда он решает, что правильно, а что нет, на уровне интеллектуального понимания. Но, если его жизнь основана на том уровне, с которого действуют все законы природы, тогда естественным образом его действия сами собой будут такими, что они будут улучшать все десять сфер его жизни, ни в коей мере не вредя ни одной из них. Пытаясь на уровне интеллектуального понимания найти способ улучшить одну сферу, он может повредить другим сферам. Но если жизнь человека будет основана на этом глубинном, фундаментальном уровне космического закона, человек будет оказывать только благотворное влияние на все существующие фазы жизни. Это большая разница. Но, предположим, случается так, что космический закон противоречит закону страны. И чтобы следовать космическому закону, вам придется вступить в конфликт с законом страны. Означает ли это, что вы должны нарушать закон страны? Нет. Космический закон — это то, что дает жизнь и питает все законы. И вот шип появляется из сока. Прекрасные нежные лепестки появляются из сока. Законы, действующие здесь, совершенно отличаются от тех, которые отвечают за появление шипа. Совершенно другие. Но сок поддерживает и то, и другое одновременно. Таким образом, даже если действия в относительной области могут казаться совершенно противоречащими друг другу, космический закон — это поле бытия, таково, что оно дает жизнь и питает их всех одновременно. В этом разница. Спасибо. Вот почему это свойство законопослушания не относится к уровню интеллекта. Оно принадлежит уровню самой жизни. Ваше святейшество, я смотрю, тут люди в основном бьются над определением. Мой вопрос совершенно другого рода. Вы говорили, что в трансцендентальной медитации человек принимает угол, который позволяет ему погрузиться в глубины ума, подобно тому, как человек прыгает с вышки в воду и затем выходит обратно на поверхность. Мой вопрос — не может ли человек как-то сам собой, без медитации, попасть в воду, сделав какой-то непроизвольный шаг с доски? Не может ли случиться так, что человек просто без использования особого ключа трансцендентальной медитации как-нибудь сам собой шагнет с доски и сумеет попасть в воду? Другими словами, может ли человек достичь бытия, единения «я» с миром, не используя эту вашу технику? Нет. Потому что бытие в трансцендентной области трансцендентная означает «за пределами тончайшего относительного». Чтобы достичь этого уровня, лежащего за пределами тончайшего относительного, мы должны направить свое внимание с грубого относительного на тонкое относительное, на тончайшее относительное и на трансцендентное. Не проведя свое сознание через все эти уровни, как можно достичь этого уровня восприятия? Я согласен с тем, что необходимо переходить с одного уровня на другой, и это будет систематическая процедура. Но должен ли человек использовать именно эту систему, если человек может последовательно переходить с более грубого уровня реальности на более тонкие уровни мышления, нельзя ли это сделать посредством другой системы? Но какой же может быть эта другая система? Если это здесь, а это здесь, то что это может быть за система, которая бы позволила достичь этого, без прохождения через это? Не может быть другой систем. Но если человек вдруг осознает это сам, то значит ли это, что он, по сути дела, практикует трансцендентальную медитацию, сам того не зная? Нет. Невозможно пережить это состояние и не знать об этом. Только если человек проходит все тонкие уровни, только тогда он достигает этого. А когда человек переживает это состояние, он не может не знать этого. Если я смотрю на цветок вот так, я не могу сказать, что я вижу цветок. Я могу только сказать, что я вижу цветок с этой стороны. Чтобы утверждать, что я видел цветок, я должен увидеть его с этой стороны, с этой, с этой, сверху и снизу. Он должен быть рассмотрен со всех шести сторон, и только тогда утверждение «я видел цветок» будет верным. Поэтому, согласно индийской философии, любое знание будет истинным, если оно подтверждаемо с точки зрения шести систем. Все шесть систем должны подтвердить это знание, и только тогда его можно назвать истинным знанием. Если нет, то нет. Это научное построение индийской философии. Так же, как наука не примет того, что не было подтверждено экспериментально, что не было проверено экспериментами. Таким образом, индийская философия не примет ни один принцип, если его нельзя подтвердить одновременно с точки зрения всех шести систем. И здесь мы находим точку соприкосновения науки и философии. Индийская философия и современная наука встречаются на этом уровне возможности экспериментально подтвердить знание или подтвердить опыт. Вы смотрели выступление Махариши Махеш-Йоги на форуме, состоявшемся в Гарвардском юридическом институте в 68-м году. Это одна из нескольких исторических лекций Махариши, которые сейчас можно приобрести в записи на видеокассетах. В эту серию также...